МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легенда о невидимке. Существо, устрашающее внешности, неведомой силы и мощи. Его называли незримым, святым, чародеем, но чаще всего куктемиром или невидимкой. Про него такие небылицы рассказывали, но это был вполне реальный человек. Яко тот невидимка о четырех ногах в Орде живет. Говорит человечьим голосом, из Орды уходит, пропадает сутки по два и по три. Куда уходит, не знает, а когда идет обратно, будто ревет, а видеть никто не может. Только одна женка, которая находится при нем, она видит и пересказывает, что ходит на четырех ногах, на всех ногах сапоги, а называет себя бусым-быком. Голова человечья носит шапку, а рога – бычьи. Спина вся железная, отсюда и имя – куктемир. Глава первая. Тень Пугачева. Москва, мороз изрядный. Десятый день января 1775 года. Восемь или девять часов по полуночи. Зеваки и прочий люд уже на козьем болоте. Так называлось место, где публичные казни проходили. Пехотные полки на помост вывели невысокого человека в тулупе. Пугачевцев казнили, в общем, так же жестоко, как в свое время пугачевцы казнили дворян и людей разных сословий. Четвертованием. Четвертованием, конечно. Если Пугачева, насколько я знаю, сначала отрубили голову, а потом уже все остальные части тела, то многим рубили. Конечно, чтобы дольше мучились. Экзекутор дал знак. Палачи бросились раздевать его. Сорвали белый бараний тулуп. Стали раздирать рукава шелкового малиного полукофтанья. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе. Палач взмахнул ее за волосы. Так окончил земной путь бунтовщик Емельян Пугачев. Но его путь легендарный неожиданно продолжился. Осень этого же года. В степях младшего жуза, только переживших кровавое лето, опять волнение. Поговаривают, что Петр Третий не казнен, а с войском ушел в Крым, и вскоре вновь явится под Оренбург и яицкий городок. И якобы рассказывает это некий Коктемир, невидимка, что даром предвидения обладает. И сведения все лично от государя императора получают. В сознании народа Петр Третий это кто? Это справедливый царь. Царь, который несет свободу. Царь, который дарит земли. Царь, который помогает выжить в этой жизни. И вот как раз таки все эти качества, они и были обличены позже в образе невидимки. В памяти казахов еще не стерлись действия карательных экспедиций в 1775 году. И для них было естественным желание невидимки быть незримым для окружающих, что делало его неуязвимым, скрывало от врагов и породило миф о сверхъестественных способностях. Царская администрация отреагировала незамедлительно. Уж слишком свежи были воспоминания о Пугачёре. В степь под видом татарских купцов были посланы разведчики. Аул невидимки в количестве двух тысяч кибиток кочевал в устье реки Хабда. Подъезжая к нему, татары услышали странные звуки, будто бы голос, но совсем не человеческий. Кибитка невидимки стояла обособленно. И была похожа на мечеть с полумесяцем наверху. Татар заставили выполнить религиозный ритуал. Слезть с лошадей, поцеловать двери кибитки и священный сундук, якобы с сокровищами святого. Купцы, стремясь войти в доверие к невидимке, оставили для него на сундуке кораллы и жемчуг. И там, в юрте, приезжих встретила молодая казашка, готовившая мясо. От неё купцы узнали, что невидимка с ней общается. И что проведал он о том, что купцы – ненастоящие шпионы. И что ждёт их опасность. Невидимка, он не выходит к этим купцам. Он принимает... Сперва они заходят, оставляют свои дары, а потом уже, когда они вышли, из юрты раздаётся голос. Нечто такое грохочащее, нечто содрогающее, нечто разрушающее. Купцы, стоя у кибитки на коленях, прежде услышали троекратно странный тот же голос. Никаких речей не изъявляющий. Причём тотчас выставился сквозь кибитку большой нож с колешным звуком, о коем декиргизцы сказывали, что тот звук происходит от железа на спине кухтемира. Купцам пришлось от опасности откупаться, деньгами немалыми, и спешно уходить. Глава вторая. Летучий отряд невидимки. Москва. Музей Пушкина. Зал номер 12. И здесь, в этом зале, мы хотели вот эти две противоборствующие стороны. С одной стороны, киргизы, киргиз-кайсаки, казаки, которые были в войске у Пугачёва, калмыки, другие народы, народности, вот представить. На стенах изображение сподвижников интернациональный состав. Здесь мог бы находиться ещё один портрет. Женское лицо пугачёвского бунта. Но даже описание её внешности не сохранилось. Да и вряд ли могло сохраниться. Летучий отряд невидимки. На последнем этапе, уже после гибели Пугачёва, она послала войска против дубовских казаков на Волгу для защиты интересов казахов в этом районе. И продолжать призывала восстание Пугачёва. Уже после того, как татарские купцы покинули АУ, им от местных жителей удалось узнать, кто скрывался под именем невидимки. Всё то под именем его невидимки производит вышереченная жёнка с поспешествованием ей киргизцев, а при том содействием нечистого духа, вселившегося в неё ещё из детства именем Сапара. Табынского рода киргизца Митяна дочь. Причём тем мужем её примечено, что в ночное время как бы кто в духе нечистом приходил и с нею сообщение имел. Речь идёт о Сапоре, якобы вот в этих степях женщина-невидимка то появлялась тут, то там делала то же самое, что Пугачёв, да, воин. Сапар Матемхазе, она вот как раз в 70-х годах 18-го столицы у нас в Хабдинском районе стала организатором национально-освободительного движения. Но как раз это время связано с колониальной политикой царского правительства и борьба против местных ну этих султанов шла. И было в то время Сапоре всего 22 года. Она с детства страдала неизвестной болезнью. С ней случались припадки, которые сопровождались видениями. Образ Сапоры был использован очень удачно в силу особенностей её физического состояния. то есть она легко входила в транс, она медитировала, она умела общаться с духами, то есть был выбран именно тот человек, который наиболее ясно, образно и чётко представлял бы из себя некую тайну, некую загадку и в то же время грозную силу, которая позволит народу противостоять вот той несправедливости, вот против которой народ боролся. Необычное поведение девушки производило мистическое впечатление на всех, кто её окружал. Впрочем, может, эти припадки она просто имитировала, но так или иначе в Сапуре верили. Простая казашка, так. Почему она так считала? Но она руководила войсками, формировала отряды, те собирались и подчиняясь её приказу уходили до Волгу в сражение. Отряды под её руководством нападали стремительно, разоряли казачьи станицы, чужие аулы и с добычей возвращались обратно. Неуловимые мстители доставляли немало неприятностей. Чаще всего это выражалось в Барымте, угоне скота по степному обычаю. Очень воинственная женщина, которая поднималась, как и Бугачёв, так же налётами убирала и всё время тревожила приидские крепости. Налетали, а потом степи уже большие, сколько там ни гонись, их нету. Улыб ушли и всё. Летучие отряды невидимки нападали и на военные укрепления. Верхнеуральская, Тоналыцкая, Орская, вдоль Оренбургской линии. Боевые действия велись и в районе Гурьева. Там были разбиты селения Красный и Черный Яр. Отряды намеревались идти на Оренбург и Саратов. Местная администрация затребовала войска для защиты гарнизонов. А чтобы укрепить боевой дух воинов, Куктемир, он же Сапура, уверял, пока он будет находиться с ними, ничего вредного для отрядов последовать не может. И некоторое время так и было. Но потом удача изменила Сапуре. Глава третья. Степной Зоро. Вот мы как раз с вами вошли в это хранилище. Это самые ранние документы, которые хранятся в архиве по истории города Омска. Ну вот ранее здесь есть и метрические книги церквей и на территории Казахстана, которые находились. Так что если ее полистать, то можно найти такие материалы. Связанные с Казахстаном? Да. Здесь вообще много документов с Казахстаном связанных. И именно здесь хранится давнее дело о таинственном невидимке. Невидимка в казахской истории это подобие Зоро. Когда в ауле Куктемира собрались большие вооруженные отряды казахов, он, видимо, основываясь на слухах о том, что Пугачев скоро должен быть под Оренбургом, призвал казахов, чтобы все были в готовности. Который вам город надобно, Оренбург или Уральской, тот вам и отдам. Говорили, что Пугачев жив, и он опять восстует, поднимается, опять вернется. Эти слухи не могли не тревожить нуралы хана, правителя младшего жуза. В свое время Пугачев обещал, цитата, повесить хана за ребро, а правителям по государеву повелению поставить его двоюродного брата, Дусалы султана. Он вместе с сыном Сейдалы были с подвижниками Пугачева, штурмовали Яицкую крепость. Так что движение невидимки было на руку султану. Сохранилось письмо написанное Сейдалы, якобы под диктовку невидимки. Он призывал пашкирские отряды присоединиться к движению за нового русского царя. А лучше, ежели б мы обе стороны, будучи мусульмане, утвердясь между собою согласием и миром и войски совокупя до прибытия нового государя на Россию воевали. Буде же вопреки сего поступите, то на нас не пеняйте. Если у вас худые мнения будут и вы в неверность обратитесь, то однако ж мы правоверия держаться не оставим. Аулс Сапуры долгое время был под охраной Дусалы. Они сотрудничали, сообразуясь общими интересами. Но к весне 1776 года султан договорился с Нуралы и перешел на сторону российских властей. После того, как Сейдалы султан разгромил в Башкирии ряд селений и захватил много пленных и скота, семья Дусалы султана заняла враждебную позицию по отношению к невидимке. В феврале 1776 года Дусалы писал губернатору Рейнсдорпу. «Только думаю, что орде нашей в нем прибыли нет». Жаловался, что среди подданного ему народа здесь такие Коиде и его султана совсем не слушают и просил выслать против них карательный отряд. Карательные отряды посланы не были. Хан Нуралы собрал воинов и отправился сам в аул невидимки. «Намерен я был аул истребить, а дом его сжечь. И как в то место ехал, то та женка со всем тем улусом, в коем она находилась, откочевала на речку, называемую Киилл», так написал хан генерал-губернатору Рейнсдорпу. И движение невидимки как-то, можно сказать, внезапно прекратилось. История с невидимкой она сыграла такую вот роль идеологической кампании, которая обеспечила сохранение власти для Нуралы и с другой стороны укрепила позиции Дусалы, но при этом помирив их. Как закончила свою жизнь хитроумная степная предводительница, сказать трудно. Точных сведений о ее гибели не сохранилась. Есть легенда, что смерть свою она инсценировала. По другим данным была действительно убита в бою. Она погибла совсем юная, похоронена у нас в Хабде. Но есть и еще одно предание. Якобы откочевав вглубь степи, Сапура дожила до глубокой старости и последние ее дни проходили вполне мирно. Она вела хозяйство и воспитывала внуков. горигорьев за вас на дresم включил эксплуат. Редактор субтитров Кор Lead